Областная премия «Преодоление» вручается шестой год подряд. Когда конкурс проводили впервые, сразу поняли – он необходим, его нужно проводить регулярно. У нас за все это время заявилось около 400 вот таких талантов. Понимаете, они заявили о своих талантах. И практически во всех сферах мы выбрали вот такие основные – это творчество, это спорт, это другие сферы деятельности. А я считаю, что эти люди – пример для нас здоровых. Символом нынешнего регионального конкурса стала птица «Феникс». Она лучше, чем что-либо еще, характеризует премию «Преодоление» и ее участников – возрождение, несмотря ни на какие трудности и препятствия. В этом году на конкурс заявилось 67 участников. Оргкомитету пришлось сделать нелегкий выбор, потому что каждый был неповторим в творчестве, уникален в жизненных приоритетах, недосягаем в спортивных достижениях. Победителем в номинации за активную жизненную позицию стала Елена Суханова. Она руководитель Мишкинского семейного клуба «Людей с ограниченными возможностями здоровья. Доброе сердце». При этом Елена успевает участвовать в областных выставках, фестивалях и конкурсах декоративно-прикладного творчества. Она пишет стихи, проводит различные мастер-классы по работе с бумагой и текстилем, организует благотворительные концерты «Вечера встречи». У нас нет ограничений по возрасту. Тут и дети, и взрослые, и в общем все, кто желают, всех рады видеть в своем клубе, в добром своем сердце, так сказать. Клуб насчитывает порядка 30 человек. Они отмечают православные и общенародные праздники, а также дни рождения. Подарки создают своими руками. «Тот позитив, который идет от этих людей, то настроение, которое я им создаю, и вот эти восхищенные глаза, что мы что-то сделали и у нас получилось. Вот эти вот глаза, вот эта вот радость. Потом они все меня благодарят. Лена, спасибо тебе большое за проведенное мероприятие. Мы так отдохнули, мы так пообщались друг с другом. Ну то есть, разве это не результат? Я думаю, что да, положительный результат». Победителем в еще одной номинации «Шаг к пьедесталу» стал Андрей Добрецов. Он неоднократный призер чемпионатов мира, Европы и России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Лауреат областного осмотра конкурса «Лучший спортсмен года» и премии губернатора среди спортсменов, добившихся высоких результатов. «Я занимаюсь этим видом спорта с 1988 года. Я был на чемпионате мира в 2001 году в Англии. Стал я чемпионом мира. Спорт меня поддерживает, так скажем, духовно, нравственно и дает мне стимул жизни». Многие здоровые привыкли вести лежачий образ жизни на диване, перед телевизором. Вот кого действительно можно назвать инвалидами. А люди с ограниченными возможностями здоровья ведут активный образ жизни. Они умеют ее ценить и быть искренне благодарным за любые, даже самые малые радости. «Мы решили, что мы будем проводить ежегодно, несмотря на свои финансовые трудности, и выявлять лучших из них уже». Светлана Епифанова, Николай Волков, Александр Менщиков, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курганру».